В городском округе Люберцы прошел региональный турнир по всестилевому карате. Соревнования, посвященные Дню Народного Единства, собрали во Дворце спорта «Триумф» около 250 юношей и девушек. Наш корреспондент наблюдал за их выступлениями. Это далеко не первый выход Михаила Тимакова на ковер. За 8 лет занятий карате юноша успел собрать небольшую коллекцию наград. На очередном региональном турнире рассчитывает занять призовое место. Я очень серьезно относился к соревнованиям. Я отношусь к соревнованиям очень хорошо. Готовлюсь, дома еще тренируюсь, потому что ошибки нужно исправлять. Хочу второе. Первое, конечно, идеальное. Ну, хотя бы попасть в тройку. Ожидания спортсмена оправдались. В дисциплине ката он вошел в тройку лучших в своей возрастной категории. Но занял не второе, как прогнозировал, а третье место. Кроме подмосковных каратистов, в региональном турнире по всестилевому карате приняли участие дети из Тверской и Владимирской областей. Соревнования поделили на две части. В первой выступили спортсмены от 6 до 12 лет, а во второй – подростки. Всестилевое карате объединяет разные правила, разные направления карате. Здесь есть ограниченный контакт, полный контакт, есть выполнение традиционных упражнений формальных, так называемых, ката, есть бои в защите. Вот все это на разных площадках происходит. Для ребят победа в подобном турнире – шанс попасть в сборную Московской области, а в дальнейшем выступить на первенстве России. Эти соревнования помогли выявить 45 перспективных каратистов. Уиза и Гязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.